Вышли с каникулы, готовятся к масштабной премьере. Детский инклюзивный театр «Время добра» провел первую репетицию грядущего спектакля «Урфин Джуз». Юные артисты разделят сцену с актерами Архангельского драмтеатра. Постановка стала возможна благодаря президентскому гранту в миллион рублей. Десяток юных артистов вновь на сцене. Театральная студия для детей с ограниченными возможностями здоровья «Время добра» возобновляет работу. Уже полгода с ребятами занимаются лучшие лицидеи области. Актеры Архангельского театра драмы. Они, как все дети, мне кажется. Очень любопытные, очень интересующиеся, но в то же время быстрое внимание теряют. Но, мне кажется, в этом моя задача как педагога – чем-то заинтересовывать их, чем-то вдохновлять и чем-то зацеплять. «Это дети, которые, хоть они и не профессионалы, но они горят глаза, они желают работать. И это такой какой-то огонек дополнительный в нашей творческой таком котле, костре. И это очень приятно». В прошлом году ребята отыграли волшебника изумрудного города. По словам театралов, зритель остался доволен. В этом сезоне очередная инклюзивная премьера. 30 ноября на главной сцене области покажут вторую часть серии «Урфин Джуз» и его «Деревянные солдаты». Спектакль объединит несколько любительских коллективов и артистов драм-театра. Порядка ста человек. Средства на масштабный проект нашли с помощью президентского гранта. «Честно скажу, что мы не ожидали, что мы получим. Не потому, что он был неудачно написан, просто столько было желающих». Спектакль благотворительный. Все средства с продажей билетов пойдут на поддержку студии и на подготовку к гастролям. Весной ребят запланировано выступление на малой сцене театра Ленсовета в Санкт-Петербурге. Алена Губаева, Сергей Зеленский. Время региона.